Чтобы засвидетельствовать о любви Божией, которая известна нам из этой книги, Святой Библии, что Христос сошел на землю и умер за грехи людей, распятый был и воскрес для нашего оправдания. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я тоже верующий. Ну, если верующий, значит, вы читаете Библию, то она у вас есть дома? Нет. Нету, а как так? Ну, я в Бога-то верю, включен я. Надо веровать так, как Господь говорит. Не выдумать ничего, что Сын Божий, Иисус Христос, мы считаем Деяние апостолов 4.12, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Другого имени нет. Никакой религии тут ничего уже не соблюдается у людей. Дальше мы считаем Евангелие от Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, на казнь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это не религию проповедуем. Мы пришли людей познакомить с Христом Иисусом, который взял грехи мира и умер за нас. Не просто умер, а за каждого из нас. Это наш Спаситель, каждого человека, если ты веруешь в Него. И Он будет судить мир этот, когда жизнь на земле закончится, когда наступит вечность, мертвые воскреснут, души вернутся в прежние тела. И тогда будет разделено налево-направо. Направо Царство Небесное, а налево грешники в ад пойдут гореть. Понятно. Надо, чтобы родители были рядом, чтобы побеседовать. Мы пока, мы ходим в храм. Легко догадаешься, зачем я здесь и откуда. Пропаганда. Ну вот думай хорошо, маленько, расшевели мозги. Только без матерков. Хорошо. Ну еще раз внимательно. Смотри еще раз. Ну вот теперь маленько подумай, скажи, для чего я здесь нахожусь. Я вообще боюсь представить, говоря, слава нации. Героям слава. Ну, и с какой целью мы встретились? Я не знаю. Ну так не знаю, догадывайся. Я определенно уже показываю все содержание. Ну, надеюсь, вы не будете Библию тут читать. А вы ее читали? Я нет, конечно. Она большая, я столько губ. На большая. Мозги на вынос сразу. Да, и что там? Мы пришли сюда, в этот садом Гаморру, где одно безумие, прелюбодеяние, наркотики, сквернословие. Сказать, что за это ждет вечный огонь с сатаною. А, так вот чего вы пришли. Чтобы туда не попали, чтобы поверили, что Иисус Христос умер за грехи людей и ждет с покаянием. Чтобы мы начали жить по-новому. То есть вы пришли в чат рулетку, чтобы увидеть всех вот этих мужиков с письками наперевес и сказать им, что за это им будет плохо. Так мы уже нашли многих, которые поняли это. Мы не бесплодные. Мы высеяли очень много. Ужас. И вы вот так вот им говорите, вот прям нагнетаете на них, они такие начинают штаны обратно надевать и такие, боже, все. Больше такого не будет. Это работает? А вы понимаете, кто сотворил эту рулетку? Я уж боюсь представить, кто ее. Мальчик, мальчик, 15-летний, Андрей Терновский, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были. Я стал думать, что делать. И вот это вот сделал. И теперь вся шваль, все богомерзкое, все собралось сюда. Как страшно звучит. Весь разврат, гной, все сюда согнало. Лишь бы только на Майдан не ходили. Ну, зато войны нет, зато все тут сидят вместе. У них тут компания целая сложилась. И в то же время здесь можно научиться чему-то. Бывает, встречаешь людей, которые не голые, не курят и разговаривают нормально. Ну, это редко, это редко. В основном всем приходится зачитывать статьи, цитаты из Библии, чтобы они понимали, что все надо менять. А вы можете зайти на наши ресурсы и посмотреть, какое сокровище есть в интернете. А что именно? Ну, зарядите канал, слово «канал». Так, там запишите, Игнатия Лапкина ищите. Ага, Бог. В скайпе, меня ищут здесь. Вопрос серьезный стоит. И вот мы показываем книгу, Библию, где все сказано, что Иисус, Спаситель мира, умер за грехи людей и воскрес. И всех приглашает, чтобы покаялись и верили в Евангелие. То есть все, кого вы здесь видите, это говорите, да? Ну, говорим здесь. Есть люди, которые слушают, приходят. Потому что здесь всякая мразь. Что попало делают? Развращение ужасное. И нужду во враче имеют нездоровые, а больные, Господь говорит. И Он нас побудил. Мы православные христиане, проповедники. И мы приходим по одному, а в воскресенье нескольких человек одновременно начинаем целый час здесь встречаться, беседовать. Понятно. Если у вас будет желание получить наши сокровища, у нас очень большие ресурсы, вы запомните два слова. Говорят, зачем вы сюда пришли? Затем, что людям возвестить волю Божию. Что Господь дает как манифест освобождение в Иисусе Христе. Иисус Христос на кресте умер за всех людей. И воскрес для нашего оправдания. И верующий, какой бы он ни был, обещай Богу не творить злое. Город Барнаул, Алтайский край. Вот. Вот мне 81-й год. А я еще ни одной таблетки не съел. У меня две голубятни. Я голубер, интересно мне. А вы не курите, да? Сохрани Бог. Вот 80 лет я ни одного матерного слова еще не сказал. Матерного слова. Ни одного. Нельзя. Господь знает. Уважение. А мы вот ездили. У нас миссионерская поездка. У меня 38 книг написано мной. И мы были в шести мусульманских республиках в Турции. Это где? Ну, из Барнаула проехали. Я книги дарил в библиотеке. Мои книги в шести мусульманских республиках. В Чечне были. В Турции. И здесь, в которой у нас есть республика Алания, там, Дагестан. Это все мы прошли. А мусульмане нас принимали как родных братьев. Мы в доме у Муллы ночевали. Он говорит, в Башкирии были вы, нет? В Башкирии были. У вас какой главный город? Были? Да. В Уфе находятся мои книги. 38 томов в вашей библиотеке. Вы как-то ушли низко. Поднимите повыше голову, а то вас не видно. Там скрылись. Не слышно просто. Мы просто на работе и все. Ну, все равно повыше. У вас там пространство над головой есть. Вот так вот подняться, чтобы... Вот. В Уфе мы были. Мы подарили книги, проехали... До свидания. До свидания. Пошли, да? Мы на работе. Давай, с Богом. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Полиция... У вас разжарила от блудной похоти. Кого обманываешь-то? От какого блуда? Не надо. Тут вся... Это Содом и Гаморра. Мужики сидят, анонизмом занимаются. Лежут друг у друга половые органы. Все открыто. Голые... Ну, это дураки. Нигде в интернете нет, чтобы голые были мужики. Ты начнешь, я же знаю. Встань нормально. Не, не. Скажи, пошли. Поговорить. Встань, чтобы поговорить можно было. Все. Не... У вас развернута картинка-то. Поставьте прямо ее вот так. Я вам кое-что покажу тогда. Давай, давай, давай. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать, что есть всемогущий Бог, который сотворил человека и который дал ему закон. А люди забыли Бога. И Господь говорит, я устал миловать. Я поражу вас, простру на вас руку мою. Иеремия, 15 глава, 6 стих. Святая Библия говорит об этом. Что считается за человек, если он не верит в Бога? Мы говорим о том, что самая великая радость на земле та, что пришла благая весть. Иисус умер за грехи людей. И воскрес для оправдания людей. По благодати получаем спасение, если просим прощения у Бога. Дети Библии, Игнатий Лапкин, это я. У нас огромные ресурсы. 17 600 роликов. Ничего себе. Мы строим православную деревню. Так вы продвинутый. Погромче. Продвинутый человек. Ну как продвинутый, я живу во Христе. Мы вот с нуля деревню строим, с нуля. Ровное место. Получили землю, сейчас храм построили, школу государственную. А где это вы живете? Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Ну, ну. А вы где это, дома сейчас? Дома, да. Дома, да. А что бороду такую отростить? А я ее не ростил, она сама растет. Я ее не трогаю, не брею. Бог дал образ, ты не имеешь права его трогать. Это не твоя картина. Это Бог создал. И всякий, кто бреется, это человек, который искажает образ Божий. А это нельзя делать. Господь говорит, я накажу за это. Ничего себе. Ну а с такой бородой, ты прикинь, я такой молодой буду с такой бородой. Ну хорошо, с бородой. Но сейчас-то не советская власть. А я в советское время, в 61 году, в 1961, на военном билете уже с бородой. Так это ты за какое время такую бороду отростил? Ну она может такая выросла там за 2-3 года. А дальше она не растет больше. Она, ну как волос на голове у женщины-то. Она до полу не растет. А волосы дальше, он расщепливается и на этом кончается все. А ты с бабушкой живешь или один? Да вам это не надо знать. Пустые разговоры. Один, двое, трое. Мы, врачи, пришли сюда сказать, как излечиться от этой болезни, от неверия. Как получить спасение, как со Христом в вечности быть. Вы такие вопросы задаете, которые вам совершенно ничего не дают. Но я скажу, вот она сидит рядом еще из этого. Ни меня, ни ее не знаете. Праздные вопросы.